Осталось буквально несколько дней до выезда в наше новое скандинавское путешествие и сейчас как раз пришло время так скажем обновить карты то есть я зашел в телефон и понял что пришли обновления на карты Европы карты России и в общем вот прямо сейчас я это и делаю и пользуясь случаем хочу рассказать вам какой же навигацией где я пользуюсь так как мы сейчас едем в Европу то для Европы я использую из нескольких навигаторов именно Navitel связано это с тем что у ребят очень хорошо прорисованы все дороги очень хорошо прорисованы развязки и на крупных европейских развязках заранее видно куда нужно повернуть где нужно перестроиться и ты то есть не тупишь потому что бывает иногда в крупных европейских городах с очень большим трафиком не успел перестроиться да и проехал не в том направлении потом приходится делать лишние там 15-20 а то и 30 минут для того чтобы вернуться назад на маршрут вот поэтому для Европы у меня вот такое ну я скачаю карту как бы в общем мобильный Navitel я использую именно и также у меня здесь кстати бесплатная полная функциональная версия дается на 7 дней бесплатно ну да ну я на самом деле его уже давно прокачал там купил все что нужно про и вот и не парюсь вот да но также для того чтобы то есть у меня вот телефон сейчас крайнее время лежит вот здесь вот да с картой меня это вообще не обламывает вот но у нас также всегда лежит здесь в наличии такая кочережечка под подставку так вот здесь вот лежит так посмотрим он сейчас там мог быть севшим вот не нормально работает вот собственно еще вот такой вот у меня Navitel я к сожалению не знаю какая это точно модель да но я расскажу E500 магнетик я знаю все жена знает какие-то нюансы которых я вообще не знаю вообще я скажу почему лично я его выбрал я наверно выбирал его как блондинка в первую очередь он не бликует вот при разных углах да то есть если сделать такой вот угол да то абсолютно нормально все видно вот что самое главное ну а вторая у него и самая главная как бы тема это вот вот все он на месте я его снял он на месте стоп вот так мы погнали собираться дальше надеюсь что на еще на один вопрос из ваших комментариев мы ответили навигационная система в скандинавском путешествии будет на металл отлично все движемся дальше погнали друзья всем привет у нас очередная поездка в скандинавию но на этот раз не просто в составе семьи это кстати Влада который многие так скучали в комментариях писали что ее не хватает привет друзья я так скучала по вам и приживается ко мне привет но в этот раз мы отправляемся не просто вместе с Владой а в полном составе нашей семьи с нами еще едет дочь Еси она сейчас спит вот там вот в автокреселке вот просто покажу вам сейчас что у нас в машине у нас здесь полный бокс здесь коляска тули стульчики рыболовные снасти в общем кучу 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 всего здесь полезного и возможно бесполезного впереди у нас съемочное оборудование компьютеры детская 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 велосипед мы отвозим в москву на склад вот по пути короче мы как всегда набрали целую кучу вещей треть всего это детская а половина это велосипеды да здесь собственно велики которые уйдут здесь у нас все еще колясочка еще переноска для машины да тут куча вещей вот огнетушитель на самом видном месте на всякий пожарный наверху шоссейный велик закреплен тоже на тулевском вот держится хорошо вот на нем я буду тренироваться как раз готовится к аэронмену ну и все и собственно как всегда у нас тойота и на этот раз это лайнкруза правда выписали чтобы я затестил нового прадика поэтому у нас сейчас новый прадик у нас наверху велосипед и это все таки ограничение определенное то есть подземные паркинги теперь все нам это просто не подходит вот и дальше заезжая в макдональдс там было ограничение 280 вот такое вот я конечно его объехал вот но здесь будет козырек поэтому сейчас посмотрим не заденем ли мы всей нашей конструкции влада там блюдит за то чтобы все было нормально вот если будем задевать то я тогда выйду туда и краем велосипеда проеду с другой стороны такие дела к вопросу о том как путешествовать люди мы путешествуем на такой машине а европейцы в частности это вот французы такой вот большой автоколонной путешествуют французская автоколонна причем заметьте здесь они едут очень по правилам у себя же дома во франции они просто сжогают так что маму не горю я по французской автоколонной путешествуют и сказала маленькая свинка кстати из-за того что у нас наверху велосипед мы не едем больше 120 км в час вообще мы соблюдаем ПДД но обычно едут чуть-чуть быстрее по трассе сейчас едем 120 и средняя скорость прям идет такая вот мы с Ладой немножко поменялись теперь живья вот это первое путешествие нашей дочери ей сейчас 5 месяцев чуть-чуть не спадает лет и пока мы проехали первые 150 км все проходит очень хорошо дочь проснулась мама покормила ее сейчас и едем дальше массажик сделали ей массажик покормили в общем все как надо на остановочках поздоровайся и скажи привет есть куда едем ты знаешь мы едем в Скандиналию и в Исландию проедем по Финляндии, Швеции, Норвегии а сейчас у нас самая ближайшая точка это Санкт-Петербург как тебе план? нормально? да и пей да и пей а да умничка моя мы выехали из Москвы и проехали уже больше полпути въехали в новгородскую область и буквально на въезде в новгородскую область находится заправка Нести еще в старые времена когда я жил в Петербурге мне они очень нравились потому что по тем временам когда обычные заправки в России в частности в Питере были ну мягко говоря не европейского стандарта Нести была просто на голову и на уровень выше вот сейчас конечно Нести это примерно как Газпром или Газпром это не как Нести но такой какой-то вот отголосок старого приезжая на Нести я всегда испытываю какую-то такую добрую ностальгию и очень нравится мне здесь одно решение которое я вам сейчас покажу вот здесь у них на Нести есть всегда подкачка воздуха теплый отапливаемый бокс в котором есть вода для доливки и здесь же есть ведро и собственно такая шваброчка которой можно помыть себе окна вот это очень круто и очень удобно на самом деле отпустили маму сходить взять кофейку что-то еще себе а сами сидим здесь с дочерью и разговариваем и общаемся дочь ну как тебе поездка? Нормально? Нравится? А вы откуда расскажите? Я с Якутска С Якутска? У вас были не раз Я в курсе видел А сейчас в Питер? Питер? Ну мы тоже сейчас в Питер, потом в Финляндия, Швеция, Норвегия и через Эстонию домой Хорошей дороги вам И вам тоже, удачи! Спасибо большое! Спасибо! Ну так приятно, заехали на заправку Несте, а это наши подписчики Поэтому, друзья, если где-то нас видите, подходите, здоровайтесь, очень рады видеть всех своих подписчиков На дворе час ночи Первый день нашего путешествия подошел к концу Сегодня был просто доездинг Мы просто ехали из Ярославля В Москве у нас были дела по работе И сразу из Москвы поехали сюда Выехали поздно и, соответственно, приехали в час ночи Дочь у нас первый раз так далеко уехала от Ярославля Это ее первое путешествие И вот сейчас она находится у нас Не спит Да, не спит, сейчас ночь А пора бы, да, дочь? Пора бы спать тоже Сейчас заложим пакушасик Пора Все, друзья Желаю всем спокойной ночи Я не знаю, какой сейчас там день или вечер В общем, эта серия, наверное, сейчас закончится Или сейчас будет продолжение следующее Самое главное Новый сезон начался Не забывайте подписываться, ставить лайки И комментировать это видео Завтра у нас будет новый день До завтра Всем доброе утро У нас начался второй день нашего путешествия Мы сегодня проспали максимально долго В 9 завтрак Сейчас без 10 В 9 заканчивается Сейчас без 10 Максимально долго это 6 часов Это 6 часов, да И трое сейчас отправляемся Есть, поздоровайся Чем хорошо останавливаться в отелях? То, что в большинстве случаев За небольшую доплату Вы можете здесь позавтракать И этот завтрак будет максимально сытным За эти деньги Если ездят в другом месте Особенно в Европе То это сомнительно, наверное Что вы можете взять столько всего Идой Здесь вы можете взять много еды И еще даже можете взять еды с собой Это, конечно, не очень хорошо Но так часто многие делают Включая еды Сейчас мы кушаем Что? Не берешь с собой какое-нибудь яблочко? По просьбе жены Говорю пару слов Пару слов Пару слов Пару слов, да Только что встретились с ребятами Которые путешествуют на машине На Шкоде На Шкоде Фаби Они на этой машине объехали Огромное количество уже мест И впереди у них еще очень много проектов Поэтому ссылочку на этих ребят Оставлю в описании под видео Переходите, подписывайтесь Ребята обещали тоже запустить свой новый канал И, кстати, на этом канале Одно из первых видео будет как раз Разговор со мной Просто Просто обеденная встреча Мы сейчас сделали все Нам осталось там подзакупить кое-что Мы сейчас поедем в строю магазин В этот раз помимо ковриков Под палатку Из-за того, что у нас дочка Мы решили как бы подойти ко всему так получше И максимально утеплиться Поэтому решили с собой взять просто такую Я даже знаю как она правильно сказать Плиту Да, но плиту Но не на той, на которой готовит А плиту, которую мы подложим под наши спальники В палатку и на ней будем спать Выбрали российского производителя Пеноплекс Ну, сейчас, в общем, пойдем посмотрим То есть она вроде бы как раз по толщине подходит По размеру нам подходит Вот, поэтому сейчас посмотрим В общем, заезжаем сейчас в Лерой Мерлен Возьмем Пеноплекс И выезжаем уже быстрее, быстрее, быстрее Потому что уже 20 минут четвертого Пока мы сейчас все сделаем Будет 4 А сегодня выходной, пятница И поэтому все жители Питера рвут в финки Ну, многие очень туда едут в Финляндию Вот, поэтому, чтобы просто не стоять в этих диких пробках На границе Нам нужно как можно быстрее уже туда двигать Вот, плюс нам еще нужно Наклеить наклейки Про путешествие в Скандинавию на машину И самое главное Помыть машину Потому что в Европе Она не будет такая грязная, как у нас здесь Вот, ехать на такой чумазой машине в Европе Но это, как минимум, не очень Поехали мы из Петербурга Сейчас 20 минут пятого Вечер Это уже плохо Огромное количество петербуржцев Выезжает тоже на выходные Сегодня в Финляндию Расскажу вам, сколько у нас позже Заняло время как раз от Питера непосредственно до границы Перед границей мы заедем, помоем машину Потому что, смотрите Вот, машина видно, что вся грязная И лобовое стекло И, соответственно, все лакокрасочное покрытие Вот, помоем машину И чтобы в Европу въехать на чистой машине И также перед самым въездом заправим по максималке топливом Наш бак и нашу машину Для того, чтобы, ну, как можно дольше проехать на дешевом топливе Потому что все-таки нашего запаса хватит где-то на 500 км То есть я думаю, что здесь все нормально То мы практически до Норвегии доедем на российском бензине А там уже будем заправляться дорогим норвежским топливом Всегда, 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 всегда Он достает камеру, когда я ем Это не я ем, когда он достает камеру Это он достает камеру, когда я ем А я ем, я всегда далеко Они всегда Самая нелепая отмазка вообще, которую я тут когда-либо слышу Платная дорога А, все, она закончилась, да? Да, я еду Ладно, хорошо, спасибо Спасибо Музыка Заправились на Лукойле Вот, и через 11 км у нас в Финляндии Сейчас перекусим, выпьем кофейку с русскими ценами И поедем в Европу И все дороже, минимум раза в два Ого, привет! Итак, подъезжаем к Тарфяновке Это пункт пропуска через границу российско-финскую Вот, очереди грузовиков есть, а очереди легковушек, но не так много Это очень хорошо, конечно Въехали в буферную зону, проехав границу с Россией Смотрите, какое огромное количество стоит фур повсюду То есть, просто дичайшая пробка Из машин собралась здесь, на границе Вот На самом деле, мы думали, что сейчас будет и большая пробка из просто обычных машин Оказалось, нет Мы были второй машиной, перед нами была финская машина с финскими номерами Мы заехали следующей Граница прошла нереально быстро Вот сейчас посмотрим, что будет на финской границе Но пока, я думаю, что это самая быстрая, да, граница с Евросоюзом, которую мы проходили Что, Влад, скажешь? Да Куда нам ехать? Нам ехать Эл-паспорт Все паспорта Все паспорта Прямо Смотрите, как Тойота Мы пересекаем границу с Финляндией И Тойота нам говорит Показывает, что в населенных пунктах 50, за населенными 80, по автомагистральным 120 Очень круто Вот такой вот интерфейс в новом Тойота Land Cruiser Prado Ехали на территорию Финляндии Все прошло очень быстро Может быть, из-за того, что мы с ребенком Может быть, из-за того, что мы немножко выглядим как европейцы В том плане, что у нас, как у всех путешествующих европейцев, наверху бокс С собой велосипед, куча вещей Вот, ну, неизвестно почему В общем, два контроля, я думаю, мы прошли за 10 минут, наверное, максимум То есть это просто нереально Это главное Поздравляем нашу дочечку с въездом за границу Ура! Нам еще нету полугода, мы уже разъезжаем тут Напомню, это новый сезон в Скандинавии Сразу скажу, что, конечно, тяжеловато снимать после долгой паузы Поэтому мы сейчас опять привыкнем к камере И будем максимально снимать много хорошего контента Все, погнали, у нас впереди Финляндия У кого-то есть сумочка от Прадо, а у кого-то есть машинка Прадо Вот я замуж Сейчас в первую очередь возьмем немножко себе санкционного сырку Дай пять Давай Пять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok